Недалеко от города Рязани В сосновом лесу на песчаной дюне Посреди поймы реки Аки Уже два года живет пара мини-соколов чеклаков Прилетают они сюда в июне А в начале осени возвращаются в теплые края Обнаружил их орнитолог Антон Барановский случайно В 2016 году он регулярно приходил на дюну Снимать гнездовую жизнь пустельги и ушастой совы Подойдя к гнезду ушастой совы Антон спугнул его хозяйку Сова поднялась в воздух и полетела через полян И тут на нее спикировал чеклок Вынудив сесть в крону ближайшей сосны Так Антон узнал о новых постояльцах соснового леса Это была замечательная новость Так как соколы-чеклаки в Рязанском крае большая редкость Вскоре удалось отыскать и их жилище Это было заброшенное оборонье гнездом В верхней части кроны высоченной сосны Гнездо было найдено в самом начале кладки Сначала самка боялась камеры И в ее присутствии не подлетало к гнезду Понадобилось время, чтобы она привыкла Вывелось в том году у нее Три очаровательных птенца Которые в августе благополучно покинули родительский дом На следующий год, в начале июня Пара чеклаков появилась в сосновом лесу снова Прошлогоднее их гнездо было уже занято ушастой собой Поэтому пара в другой части дюны Облюбовала гнездо ворона Которое на тот момент стояло пустое уже три недели Так как птенцы ворона вылетели из него еще в середине мая В этот раз самка уже не опасалась камеры Хотя заметила ее сразу В этом году самка отложила тоже три яйца Первый птенец вылупился 3 июля Антону удалось снять начало этого трогательного события Птенец эпизодически высовывал проделанную им дырочку кончик любика и пищал Через день, 5 июля, на свет появился третий соколенок Тело новорожденных чеклаков покрыто белым ухом Благодаря съемке выяснилось, что мать поедает оставшуюся скорлупу Причем делает это не торопясь, с большими перерывами Скорлупу, из которой вывелся младшенький, она ела в течение почти двух часов Чеклок обладает крайне беспокойным и подвижным характером Проявляется это в нетерпимости любым пернатам При этом агрессивность его не связана с нехваткой еды Просто такой недружелюбный у него характер В случае приближения другой птицы чеклок сразу же начинает затевать драку Если же посторонний пернат и подлетит близко к месту, ему точно не сдобровать Подтверждение этих слов в день вылупления младшего птенца камера зафиксировала одно интересное событие Самец передал добычу самке прямо возле гнезда, что, кстати, случалось очень редко И пока мать кормила потомство, а отец сидел на соседней ветке, к гнезду подлетела пустелька Самец тот же бросился на непрошенную гостью Что происходило дальше между ними, к сожалению, осталось за кадром Однако чеклок практически не может поймать добычу в лесу между деревьями И это знают мелкие птицы Поэтому не особо боятся подлетать к его гнезду Например, пеночка-весничка была замечена возле гнезда неоднократно Жила она в 50 метрах от этого дерева После появления птенцов первые две недели летал на охоту только самец Самка потрошила добычу и кормила ею птенцов Самец приносил стрекоз, ласточек-береговушек, трясогузок, луговых чеканов, жаворонков, стрижей Обратите внимание, как недельные птенцы трогательно общаются друг с другом Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Когда молодым соколятам исполнилось две недели, на охоту стала летать и самка Причем улетали взрослые всегда вместе Возможно, вместе они и охотились Парная охота многократно описана для этих соколов Роли при этом четко распределены Один отвлекает и пугает добычу, а другой хватает В паре эти птицы могут вогнать в панику даже воронов и коньков Преследуя добычу, чеклаки делают стремительные движения и показывают мастерство владения скоростными маневрами Врагов эти пернатые практически не имеют, поскольку они слишком быстрые и дерзкие Лишь больные или совсем старые особи могут оказаться в лапах хищника Интересным фактом является использование этой птицы поездов в качестве помощников на охоте Чеклок может развить скорость, достаточную, чтобы обогнать поезд Поэтому, следуя за его ходом, он охотится на птиц, которых проносящийся мимо транспорт разгоняет из укромных зарослей близлежащих растений Кроме мелких птиц и крупных насекомых, родители кормили детей как ни странно полюбками Причем в один из съемочных дней из восьми зафиксированных камерой приносов корма в пяти случаях были доставлены именно полюбки Это удивительный факт, поскольку долгое время считалось, что чеклаки не могут охотиться на мелких грызунов Антон Барановский предполагает, что полюбок чеклаки, благодаря большой скорости полета и необычайной ловкости Отбирали у пустерек, которых в этом году на тюни было достаточно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Последнюю съемку Антон провел 30 июля Птенцы уже оперились Мать все так же продолжала их кормить, разрывая добычу на мелкие кусочки Причем, если кусок падал в мездок, она старательно его подбирала и отдавала птенцам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это отец прилетел посмотреть на потомство Он уже размером казался меньше детей, ведь самцы чеклаков несколько мельче самок А вот и разминка крылышек перед серьезным полетом Через несколько дней молодые соколята покинут родное гнездо Однако первое время они недостаточно быстры и проворны, чтобы самим ловить добычу Поэтому родители им будут помогать и подкармливать их до осени В начале осени молодые соколы будут готовы начать взрослую жизнь Именно тогда они самостоятельно отправятся в теплые края Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok